Долгожданная встреча в канун Нового года с нашим замечательным другом и соратником Исмет Шейх Заде, действительным членом Академии Художеств Российской Федерации, многократным лауреатом различного рода конкурсов, человеком, который первый нарисовал картину под названием «Небополитика», и, значит, тем самым прорвал, я бы сказал, вот это вот все пространство высокого искусства в целях новой доктрины. Мы сегодня решили поговорить над темой, но вспомнить немножко старое в канун Нового года, это как поздравление, наш такой подарок слушательному школу «Здравого смысла». Немножко вспомнить про старое, про то, как все начиналось, как через смысл «Небополитики», значит, Исмет Шейх — главный толкователь творчества великих художников прошлого, таких как, значит, Суриков, таких как Леонардо да Винчи. Есть потрясающие работы у Исмета по этому поводу, человека, который сумел соединить в своем творчестве и в своей ментальности различные вот эти вот пласты, связанные с исламом, с историей крымско-татарского народа, с историей России, и все это вместить в огромный сосуд общемировой культуры. В общем, в какой-то степени человек мира, настоящий наш российский патриот, сын своего доблеста, своего замечательного крымско-татарского народа, Исмет Шейх Заде, новые смыслы, а может быть старые смыслы, новой Орды в 2024 году. Исмет, салам алейкум, рад видеть. Алейкум, алейкум, салам, Александр Городович. Наилучшие пожелания тебе, твоей семье. Спасибо. Итак, о чем мы с тобой будем сегодня говорить? Я получил от тебя письмо и понял так, что на тебя произвело какое-то там воздействие, последний текст Андрея Петровича. Ты вспомнил то, чем мы занимались еще лет 10 назад. Говоришь, давайте мы на эту тему побеседуем. Давайте. Вот с легкой руки, что называется, Андрей Петрович Девятый. Ну, у него, ну, не секрет, он там хворал, болел, что-то такое было, пауза у него большая. И вот он так быстро так встрепенулся, одел мундир и выдал на гора вот этот свой текст и видео одноименное «Взялся ходи». Я так вот, по крайней мере, по рассылке сразу. И адресовано это, конечно, сразу глобальным игрокам, вот всемирной такой вот актуальной политике, скажем так, да, реалполитик, что называется, и вообще, что называются вот эти проектные орденские, так сказать, смыслы. И у Андрея Петровича Девятого резюмируется все это с тем, что вот оно сейчас как раз вот оно как бы назрело, чтобы возникла некая субстанция, как союзное государство, в которое должен войти, где, значит, Крым как республика, которая когда-то была заявлена еще в 20-е годы, как еврейская, значит, республика. Ну, это и Андрей Петрович объясняет это тем, что вот как раз как бы вот сейчас такой момент, что через Беларусь там Лукашенко, вот он «Один пояс, один путь», его принимает китайский глобальный проект. Ну, кто не читал, конечно, я бы советовал почитать, естественно, этот текст и посмотреть видео. Но я думаю, что, собственно, не то чтобы триггером это было, а оно как бы в резонанс совпало, скажем прямо, потому что как-то вот эта общая ситуация, смесь всего, всего, что вокруг происходит, трагическая, всевозможные какие-то новые, наоборот, всплывшие старые какие-то, ну, что вот в нашем, так сказать, вот вечном таком мире, да, что называется, происходит. И вот как-то это где-то трилоги, где-то надежды какие-то, да, и различные такие чувства вызывает. И вот где-то концепция Андрея Петровича, она где-то срезонировала в этом плане. И, скажем так, я даже делал обращение, да, насчет того, что вот они вернут ли формат трона великих ханов, скажем, на нашем нынешнем, да, скажем, таком формате. Как бы это не звучало каким-то абсурдом или там каким-то анахронизмом, ну, я уверяю вас, что это не больше анахронизм, чем та же республика, да, о которой Андрей Петрович говорит 20-х годов. Ну, мы знаем эту историю, это когда в 20-е годы под залог земли, то есть советское правительство, залог оставило, ну, оно распоевало земли, сделало это в виде акций, да, таких, как принято в капитализме, скажем, в чистом виде капитализм, хотя делало это молодое советское правительство. И, значит, под эти земельные, скажем, такие вот активы было взятие большие несколько кредитов, и банк Аграджоинт этим занимался. Ну, Джоинт – это вот всемирная глобальная такая еврейская структура, которая поддерживается отечественников, и в мире мы знаем это такой фининтерн, скажем, да, такой отчасти. Ну, я не буду внедряться, я в этом не специалист на самом деле, но мне, как, скажем, художнику, да, который видит некий рельеф, и, скажем, вот в пространстве, да, появляется какие-то рельефы, да, скажем, и они бывают активные, пассивные, да, и так далее. И вот в этом смысле мне как-то вспомнилось, что ведь с учетом того, что тогда советское правительство под залог оставило земли, взяло эти кредиты и с обязательствами учредить там, ну, переселяло еврейское население там с белорусских, украинских территорий, там с различных, да, где черта оседлости, кстати, проходила, потому что романовская Россия ограничивала присутствие еврейского населения в центральных городах империи, да, это мы знаем историю вот этого, да, сегрегации. И элиты еврейские, конечно же, они после того, как была сломлена эта парадигма вся, да, вот это, скажем, ну, как это, ксенофобская по полной программе, они, конечно, ринулись в столицы, да. Ну, кстати, яркие иллюстрации, это Михаила Афанасьевича Булгакова, вот этот собачье сердце с группой Швондера, да, ну, как бы вот он там полукомичен, так, но оно вот в духе времени того это все показывает. Естественно, в то же время была задумка, чтобы где-то аккумулировать население где-то в южных регионах, да, ну, и ничто лучше не придумали, как вот распоевать землю Крыма, где-то от САК Евпатории и до Перекопа, вот такая довольно обширная полоса, и, ну, где-то, ну, не половина Крыма, где-то четверть или там чуть меньше, больше сам факт, что в степной части северо-западного Крыма, вот, и когда Сталин уже пришел, он там, так сказать, начал через вот этот вот коммунистический интернационал поначалу, конечно же, а потом свернул эту программу, ну, деталей не было, ну, где-то к 20, когда он пришел в классе, к 24-му году, скажем, да, уже она была полусвернута и постепенно он ее, в общем-то, свернул на нет и фактически долги не отдал вот эти, которые там были, да, и после этого много было всевозможных с этим перипетий, когда вот эти банкиры, которые, значит, были акционерами этой земли, да, они требовали, в общем-то, по своим капиталистическим, так сказать, правилам, да, выполнения всех обязательств, ну, и там началась Великая Отечественная война, мы знаем, там все эти катаклизмы исторические, да, и вот много нюансов было связано, конечно, то, что мы, может быть, не знаем, и до сих пор многие вещи в широкой публике неизвестны, да, но сам факт, что вот это, как бы, идея республики, там районы были учреждены, Фрайдерский, Лариндорфский, вот такие еврейские районы, они были по степной части Крыма, и постепенно, я же говорю, агроджойн перестал существовать, вот эти деньги, они как-то так рассосались, и вот и все, на этом в Туне закончилась и началась война, скажем, да, одним словом, если говорить про республику, вот, но то, что я предложил, в данном случае, да, тоже незадолго, я сделал такое обращение, да, так сказать, в том числе в администрацию президента, прямо вот, пресс-службы, что, а вот почему бы не, да, трон великих ханов Золотой Орды? На секундочку напомню, что это, как бы, концепт, он в негативе, в официальной историографии находится, да, ну, в данном случае, если мы говорим о России и Украине, на территории которых и была эта Золотая Орда, да, но ни одно из этих государств его не выводит, как генезис собственного, да, государства, хотя, извините меня, Переславская Рада была составлена на татарском языке, это отдельная ремарка интересная, поэтому там было два переводчика на Переславской Раде в январе 654 года между представителями запорожского казачества и представителями московского царя Алексея Михайловича Романова было два татарина-толмача, то есть переводчики из посольского приказа. А что они делали, да, во время общения русской администрации и украинского казача Богдана Хмелицкого? То есть Богдан Хмелицкий по Нигирике воспевал, Алексей Михайлович утверждал, что это новый Александр Македонский, там объединитель Востока-Запада и так далее, на русском языке нормально, то есть, а что там татары делали? Это вот эти Абдула Бойцына и Кучука Исакаева, да, вот два переводчика. Так вот, ни больше, ни меньше они составляли текст договора вот этого самого Переславской Рады, который мы знаем сейчас, оригинала ведь нету, все, что мы знаем, статьи договора, которые сейчас где-то вот вы можете найти, ну, через сеть там, как удобно, да, то вы увидите просто какие-то подьячи и что-то вспоминают, какие-то участники косвенные, самого документа никто не покажет вам, там, скрепленные, да, какими-то верительными там знаками, да, а суть в том, что открепление украинского казачества, да, в период борьбы украинского народа за независимость от польской шляхты, да, мы знаем, это борьба, национально-освободительная борьба была, и это было восстание украинского народа. У Богдана Хмелицкого это была личная драма, ну, известная, так сказать, история, она описана хорошо и профессионалами, и великористикой в том числе, тем не менее, это была личная драма, и вот старшин казацких, да, и вот весь народ это поднялся, естественно, и так далее, но это были провинции, определенные провинции польского, ну, вот это и великого княжества литовского, да, так дальше. И вот Запорожская сечь тогда вот заявила о себе, и поддержать Запорожскую сечь в этой борьбе вызвалась Крымская, ну, как, Великий Хан Великой Орды, тогда такой титул был у Ислам Гирейхана. И шесть лет он воевал с Яном Казимиром, и вот там Тухайбей, легендарные походы и битвы под желтыми водами, да, Белоцерковские соглашения, потом Сборовский мирный договор. Все мирные договора, которые фиксировали этапы победного шествия татарско-украинского войска, да, они фиксировались договорами между кем? С казацкими старшинами польский король не имел дела. Ян Казимир разговаривал только с Визави, правильно? А Визави был, естественно, хан Крыма. Он был субъектом, скажем так, международного права на уровне монарха, да, воскочно-европейского. И в этой ситуации получается, что вот это вот некое в умолчании оставленное все это из-за того, что все это потом уже уничтожалось, да, в период искоренения басурманства на Руси, да. Вот официальная политика, скажем, русской администрации времен Петра Великого, да, допустим, мы знаем, искоренение басурманства на Руси, вот так слово оно официально прямо. Значит, если что-то надо искоренять, да, значит, оно в корнях находится этого самого цивилизационного конгломерата, да, как Русь, московская или там древнее и дальше, как один из этих сегментов. И вот, соответственно, Крыславская рада, которая фиксировала уже открепление, точнее, Ислан Гирей, вот этими соглашениями, да, Белоцерковский, повторяю, сборовский мирный договор, Жванецкие соглашения, да, это череда таких вот дипломатических актов, которые фиксировали, ну, на условиях победителя, правильно это слово. Армия была Ислан Гирея, у него была сорокатысячная конница. Казацкие войска были пешие в основном, коней не было у казацких, запорожских казаков. То есть армия была татарская с добровольцами, с, так сказать, народом, таким повстанческим народом, да, казачества запорожского. И принимал решение на поле боя, в общем-то, Крымский хам в этой ситуации. И когда он заключал некий договор, мирный договор, да, там, на этапе, там, после боевых, сезонных, скажем так, боевых действий, да, то он фиксировал позицию, которая была в этот момент вот зафиксирована, скажем, да, там, в этих театрах военных действий, назовем, да, и они были прописаны только по-татарски. Договоры между Польшей, Польско-Литовским княжеством и Крымским юртом Великой Орды, как он назывался, только по-татарски составлялись. Собственно, как и договора между московским государством и Крымским юртом тоже. Самая интенсивная переписка, договорные отношения международные в Восточной Европе, самые интенсивные, повторяю, были именно между этими тремя субъектами. То есть Крымский юрт, Варшава, то есть Бахчисарай, Варшава, такой вот треугольник был, Москва, да, и вот этот самый открепительный документ, когда Ян Казимир признал, там не шла речь о полной независимости. Ислам Гирей, он вел политику такую, что они, как православное население, были подчинены христианскому королю, да, но широкой автономии. При этом титул польского короля тогда включал в себя король всея Руси, потому что за ним был Чернигов, часть Киева, да, то есть матричной территории вот древней Киевской Руси, и поэтому титул князя именно Руси больше сохранялся за литовским князем в тот период времени. И, соответственно, когда Ислам Гирей череду этих договоров, да, открепил, скажем, или максимально освободил от суверенитета польского короля, да, его провинцию в виде Запорожской сечи, да, в данном случае, то документ этот он просто подарил тому же Богдану Киевскому, потому что ему он не нужен. Речь с субъектом договора, то есть объектом договора был именно Богдан. И речь шла о нем. Это ему нужен был этот документ, чтобы легитимно показывать уже, что Казимир признал широкую автономию, скажем так, почти независимость, да, назовем так, именно в Запорожской сечи в этот момент. И вот тут недолго думаем, может, по хронологии посмотреть, что осенью заключаются договора татарско-польские, да, вот эти, и быстро где-то вот в январе месяце 54-го года за спиной Ислам Гирейхана происходит Переславская рада, мы знаем, Переславля, да, уже. И текст договора, который был на руках, дарован ему Ислам Гиреем, да, то есть имеется в виду тот самый татарский документ от Ислам Гирейхана с его подписью, печатью и тугра великого хана. Она оказывается главным документом у Богдана Фемилицкого, его статуса международного, правильно? И вот тут уже, как принято было в тех же, ну, в нормативах того времени документации, да, вот дипломатической или просто верительных грамот, просто дописывали статьи договора и дописывали, да, скрепляя там определенными нишанами там печати и так далее, да. То есть там просто к откреплению было дописано прикрепление, то есть перекрепили, скажем, да, его. Богдан Фемилицкий, в общем-то, был независим небольшой срок времени, допереслав текст договора о переприсоединении, скажем, запорожской сечи под руку московского царя или под, ну, на самом деле под руку московского царя, конечно же, она была составлена вот этими самыми переводчиками посольского приказа. То есть, а к чему это говорит? Вот в буржуазный период договора и всевозможные, да, соглашения, а, знаете, я как художник вот в этой связи, когда Андрей Петрович проговорил эту тему того, так сказать, варианта еврейской республики, 20-х годов, мне вспомнился такой проект, который еще при Украине, я там участвовал, это был международный проект, вел его в фонд Сороса, то есть Центр современного искусства фонда Сороса, вот был организатором, скажем, да, Нью-Йоркский офис, там, Марта Кузьма такая была, куратор-галерейст, вот, и меня пригласили, потому что выставка проходила на территории Ливадийского дворца, Ливадийский дворец, вот, ну, в интерьерах и так далее, да, несколько дней, там, с лекциями, ну, интересная, насыщенная программа была, но главное, что называлось это, скажем так, форум, да, арт-форум, именно художественный, там были художники украинские с разных регионов, в основном киевляне, конечно же, потому что там, так сказать, контемпорий арт такой был, срез такой взят, и назывался он договора и соглашения, вот так назывался, назывался Крымский проект 2, и вот я тогда еще думаю, Крымский проект 2 впервые проходит вот в Ливадийском дворце, да, в таком формате, нас приглашили участвовать, я там пока, ну, предложил я, что я хочу показать, мне было одобрено из центрального офиса, и я вот сделал то, что планировал, вот, но Крымский проект 2 подразумевает ведь Крымский проект 1, то есть, что же такое был 1, про первого проекта не было, это был, ну, изначально, так сказать, сам по себе проект, так вот, договора и соглашения были связаны, именно тема, это главная тема выставки всей, была связана с тем, что первый, Крымский проект 1, он и назывался там, у финансистов, так сказать, вот, которые вокруг Джоанта, ну, это в американских кругах финансов, там, Буверы, Маккартуры, там, ну, крупные вот эти кланы, да, скажем, финансовые, они распроевали эту землю, точнее, им ее предложили, советское правительство, за своими, так сказать, полностью подписями, и он назывался у них Крымский проект, просто Крымский проект назывался, да, потом Крымская Калифорния назывался, так далее, сам факт, что Крымский проект 2 и Сорос, почему его не делал, я так думаю, может быть, у него какие-то викселя тоже там хранятся, где-то какие-то, от кого доставшиеся, не знаю, но сам факт, что и финансирование было довольно щедрое вот этого проекта, естественно, да, что он был напрямую связан с теми договорами и соглашениями, которые, да, оказались в Туне в тот момент. Ну, вот, такие наблюдения, которые, в общем-то, актуализировали эту тему тогда еще, вот, а что касается, вот, идеи Крымского хана, в данном случае, как я вот предлагал, тогда же на этом Ливанинском форуме, я вот, пани Марта Кузьми, я предложил свою, такую доктрину, концепцию художественную, да, я назвал свой перформанс, это такая художественная акция, не зовут перформанс, просто мы сделали такой проект, называется «Трансевропейская игра для троих». Ну, явная коннотация с, ну, вот, с тем самым круглым столом, да, в Ливадии, центральным, главным дворцовом, вот, в этом салоне, где Сталин, ну, главное событие, которое там произошло в результате, вот, его недолгой жизни, скажем, вот этого дворца, как именно дворца Николая II, да, то потом оно ознаменовалось вот этой Ялтинской конференцией, где, как мы называем, Ялтинский мир возник, да, вот этот, и он было учредено уже потом по результатам этих всех наработок, скажем так, то есть мы называем это Ялтинский мир, то, что было в середине 20-го века, вот так вот кристаллизовалось в Ялте, в Ливадии, и, соответственно, я предложил такой проект «Трансевропейская игра для троих», имея в виду вот этот самый формат, да, у нас участвовали это «Ваша покорная слуга», я как художник участвовал, поэт у нас, покойный, к сожалению, Сергей Александрович Дружинин, прекрасный поэт, но он был еще по ходу своего творческого интереса еще и переводчиком поэзии Гиреев, средневековую поэзию Гиреев, он впервые на русский язык перевел, очень так, изысканно, с трепетом, с любовью большой, и третий корреспондент это Джезар Гирей, который на данный момент является наследным принцем крымских ханов, и живет он в Лондоне, на улице Кингсрот тогда жил, и вот мы три этих точки, я находился в Бабчисарае, Сергей Александрович Дружинин находился в кабинете Совета Министров Автономной Республики Крым, в Симферополе, ну и Джезар Гирей находился в своей резистенции в Лондоне, да, и вот такая трансевропейская игра для троих, и в некой имманентной части его, то есть я начал говорить про договора, помните, почему? В добуржуазный период договора не базировались на тех постулатах, которые сейчас приняты международные отношения, ну, я не специалист, тем не менее, это такой художнический взгляд, скажем, немножко сверху, то есть раньше договора в сакральной цивилизации всегда учитывали вот эту стратеграфию божественного присутствия, то есть стороны клялись перед друг другом, не перед друг другом, не лицом к лицу, например, как это происходило между Крымом и Москвой, да, коротко, крымские представители, послы, гонцы и представители ханской делегации, да, находясь в грановитой палате, да, где происходило вот это вот событие, да, скажем, подписание договора со стороны представителя московского царя, канцелярии и самим московским князем, царем, то есть при свидетелях и при карауле, то есть почетный караул из боярских детей присутствовал, да, обязательно, и вот при этих двух, так сказать, сторонах, которые заключают этот договор, царь или в обратном противне это бахчисарая хан, соответственно, при таком же формате, да, только происходило бахчисарая, они оба на текст этого договора скрепляли клятвы на, например, царь клялся на Библии, Евангелии, да, скажем, а крымский хан, как мусульманин, клялся на Коране, то есть вертикальность, они не клялись, не обещали друг другу нерушимость позиции этого договора, они присягали перед Всевышним, каждый у себя при свидетелях, да, противной стороны, вот что происходило, сейчас мы знаем, что такого нет, такого не происходит, правильно, за редким исключением, за редким, это вот, ну, скажем, недавно, да, вот президент Путин был в Саудовской Аравии, мы знаем, да, ну, Саудовская Аравия, это теократия, и там вот эти нормы, они приняты, но только сейчас приняты перед теми же, так сказать, мусульманскими владыками, да, близкими по конфессии, то есть там это проговаривается и учитывается, но в целом, оно как унифицировано международным соотношением, да, никто перед Богом не клянется в нерушимости статей этого договора, скажем, да, и вот в этой ситуации, в буржуазный период, все это превратилось в анахронизм, конечно же, да, и вот когда я уже как художник делал трансевропейскую игру для троих, вот эта тонкая грань вот этой сакральной легитимности, назовем это так, да, она как ни крути сохраняется вот в нашей глобальной такой ситуации Советского Союза тогда еще, да, скажем, она сохранялась за династией джучидов, за старшими джучидами, почему, потому что Советский Союз во многом калькировал структуру и определенные социополитические такие, знаете, вот вертикальные пронизанные нормы, которые присутствовали в империи того времени еще, Золотой Орды. Что это такое? Это власть кочевой аристократии, кочевая аристократия, она, на то она и кочевая, да, и на то аристократия, что она эту страну полностью контролирует, да, своими, так сказать, ресурсами, силами, в первую очередь военными, и вот что такое Советский Союз был? Это была тоже власть кочевой аристократии в чистом виде, то есть партийная и военная элита, они были кочевой структурой, да, скажем, они имели широкую ротацию по всей стране, там, или по всем тем регионам, где находились, да, вот, допустим, вооруженные силы, там, или какие-то определенные органы власти, да, и определенная даже кастовость была, то есть вот эта вот кочевая элита, да, в случае Советского Союза, это партийные и военные, то есть представьте, что молодой военный человек, закончив там учебное образование, да, точнее, учебное заведение, он карьеру начинал через постоянную такую кочевую жизнь, да, мы знаем, в различных гарнизонах могли кидать его там, ну, как вот, белое солнце в пустыне и бросало меня, говорит, от Байкала там, до Туркестана, да, там, от Амура, до Фениксберга, грубо говоря, я добавляю, да, географию, и, соответственно, что и партийная элита, поэтому все остальное гражданское население не могло иметь довольствие выше среднего, которое было у этой кочевой аристократии, поэтому не было, был под запретом коммерческие всевозможные, да, финансовые там операции, банковская деятельность частная и так далее, именно потому, что кочевая аристократия должна быть вывезена в определенную социальную группу, да, девушки, мы знаем, обивали пороги там военных училищ, да, ну, и не только обивали пороги, у людей создавались семьи, и, естественно, семья, которая уже кочевала по этой большой империи, она не принадлежала только самой себе, правильно, хотя пользовалась благами, скажем, лучшими, там, лучшие санатории были, лучшие довольные, ну, и так далее, скажем, да, при этом, куда родина пошлют, туда и беспрекословно двигается, так сказать, вся семья, да, служащий человек, то же самое, что и, так сказать, вот это средневековые те мотивы, да, вот, там отдельные красивые места, связанные с тем, что, кого называли в Европе Гардарик, то есть страна городов, у Иосафата Барбаро очень меткие наблюдения есть, это средневековый такой товаровед, назовем, он наставил много таких путевых заметок, и он описывает, что, описывает вот эти кочевые ставки ханские, да, или вельмош, он описывает их как такие кочевые города, он говорит, это, говорит, не просто, говорит, как у цыган, говорит, табры, он пишет, с его слов, да, такие, так сказать, кочевые кибитки, это целые города, которые снимаются и переходят, то есть кочующие города, которые неведомы были, незнакомы были европейцам, поэтому Гардарико отчасти относилось именно к этому, страна кочующих городов. Теперь, если вернемся к нашему времени, то получается, что вот эта самая идентичность по линии, да, вот этой кочевой аристократии, повторяю, в нашей ситуации, сохраняется, как ни крути, за джучидами, и на данном этапе это Гирей, и потомок, один из потомков Гиреев это тот самый Джезар Гирей, который живет в Лондоне, но по материнской линии он еще и романов, он по-отцовски, он Гирей, но он чисто такой англичанин, представитель, скажем, того самого аморального интернационального, ну, если мы говорим про Лондон и там западные эти все вещи, но суть не в этом, мы берем просто по номиналу, и когда вот этот художественный проект у нас прошел, ну, я его называл, что это переподписанный текст, новый текст Ялтинских соглашений, я вот так вот его назвал, с художественной точки зрения, потому что вот в тех соглашениях Сталина, Рузвельта и Черчилля два субъекта дошли до третьего тысячелетия, имеется в виду Британия и Соединенных Штатов, в которых флажки стоят в музее Ивановичском, да, как мы знаем на этом столе, а нету к моменту, когда выставка была в 98-м году, не было только Советского Союза, правильно? И вот как бы вот этот свято место пустыни и бывать, что называется, вот мы и сделали, скажем, как представители древней кочевой, скажем, цивилизации в данном субъекту, с протянутыми вот этими коннотациями. И вот если представим, что сейчас эта часть выходит в некую зону или сферу скорее художественных интенций, да, потому что художники, они общаются в своих каких-то представлениях. Я говорил про Сурикова, помните, мы с вами беседовали, Василий Иванович Суриков очень, вот эти, я их называю, это вот, извините, оно выкристаллизовывалось объективно из моих исследований, Сурикова, называется смысловые нервюры, я их так и называю, смысловые нервюры, это, так сказать, вот термин, который наиболее точно вот выверен, но и, по крайней мере, в моих интересах, вот он это очень все учитывает, он учитывает, помните, мы говорили, где Бог, где, вот место всему этому есть место в картине мира, да, оно обязательно есть у него, у него это все составные субъекты вот этого пространства, которое создают, оно цельное, оно не выходит за пределы рам его картины, то есть там целая вселенная помещает, и вся вселенная помещается вот этими субъектами своими, да, сакральными, вот это как такой небольшой изобразительный отсыл, да, скажем, а в данном случае также у меня был проект в 2001 году, вот прям в самом начале 2000-х, да, это в отеле Космос проходил такой всероссийский съезд выходцев из Украины, вот в эту линию сакральной идентичности я продолжил в плане юридических, даже вот постгосударственных, потому что я брал архивную документацию, сохранившуюся, и работал с ней, более того, я считал имеющим право на это, знаете, потому что, потому что фамилия подсказывала вот такая, ну и там наши прадедушки, не я, конечно же, но наши прадедушки были, ну, серьезными шейхами, скажем так, начиналась наша династия с Бухары, с второй половины XIII века, с ордена Нагжбенди, когда первый хан мусульманин Берке принял от Мюрида в Бухаре ислам, да, и это Нагжбенди, и я должен сказать, что тогда же вот эти мусульманские планировки, вот ордена Нагжбенди, которые аккумулировались вокруг Бухары, вокруг Бухары, потому что это были такие всевозможные, не обязательно только медресе, допустим, да, то они же принимали участие в планировке хан Балыка, то есть Пекина нынешнего, запретный город полностью спроектирован именно мусульманскими планировщиками, если это был даже улгурский компонент, да, скажем, мусульманский, то бухарские вот эти креаторы, они обязательно учитывались там или принимали даже участие, Москва при Мингу-Тимуре, вот я рад, что недавно некоторых, ну, скользко я, правда, этот источник еще не отфиксировал точно, проговорили, что одним из, вот одним из участников московской, кристаллизации московского такого урбанизированного градостроительной структуры, которую мы сейчас имеем, это в том числе хан Золотой Орды Мингу-Тиму, ну, отчасти, потому что после него много чего происходило, конечно, но сам факт, что там потрясающие вещи, и вот при Мингу-Тимуре, кто были и вот, так сказать, вот этими, это тоже бухарские, вот эти самые, знал, жбенди, представители, ну, и в Крыму, само собой, была целая миссия вывезена в Крым бухарских этих вот шейхов, и вот одна из них, это наша линия, которая осела, скажем, вокруг Белой скалы, вот эта Атхая, мы говорили с вами это на одной из передач, посвященных коронации Чарльза, да, когда я объяснял, не объяснял, я сам обнаружил с удивлением, для себя объяснял, скажем так, вот эти удивительные кочевые традиции, сохранившиеся в вот этой консервативной структуре англосаксонских вот этих монархов, на самом деле, скунский камень и так далее, и вся его вот эта вот аббревиатура с этим связана, с топонимией даже связана, как Тауэр, да, что такое, и так далее, там красиво все, но, но я повторяю, сами англичане этого знать не знают и знать не хотят, ну, с точки зрения серьезного подхода, и одним словом, когда сейчас я про, курировал как художник вот этот вот съезд выходцев из Украины, а он проходил под эгидой администрации президента, тогда Путин, кстати, только стал недавно, скажем, да, и, в общем-то, когда Игрунов в оргкомитете, он глава был этого оргкомитета, я там выиграл тендер как художник, то есть, какие-то вот меня смотрели, на что я способен, так сказать, и я вот рассказал, показал, и где-то двух человек, в общем-то, я бы, так сказать, обошел в конкуренции, да, в этой, и я тогда предложил сделать такой проект Стена, то есть, зал отеля Космос разделялся по полтам, он уже был архитектоничный, это все было красиво там уже заготовлено, французский проект, мы знаем, да, вот этот отеля Космос, который на РДНХ, и зал разделялся пополам, я, знаете, по максимуму предложил, а давайте-ка сделаем вот такую шелкографию, самую такую вот продвинутую технологию современного искусства, которая в мире принята, ну, в самых таких вот топовых местах, да, скажем, и сделаем ее уже, так сказать, вот по-русски максимально, так, грубо говоря, там, как, знаете, вот на полную катушку сделал, но, к сожалению, или, точнее, в результате, к счастью, но я не мог найти студию, которая могла бы напечатать такое произведение, представляете, долгое время, то есть мои, вот куда я рассчитывал, куда я пошел, это мои однокашники, друзья из Суйковского, у нас была такая, на факультете графики, называлась Московская студия шелкографии, они находились прямо напротив в Третьяковской галерее в Ларусьевском переулке, и там же была моя дипломная мастерская, и там ребята вот, огромная, красивая была у них студия, делали прекрасные шелкографии тогда, но они не взялись за эту работу по ряду причин, нашел я студию, единственную в Москве, которая это взялась сделать, а потом я понял, что это, в общем-то, получилось единственная в мире, наверное, студия, которая взялась на такое, это студия супруга Марата Гельмана, Юлия Гельман, тогда она открыла новую студию, шелкографскую, и вот с ней я договорился, и было все оплачено, конечно же, оргкомитетом, и так далее, удалось сделать самую крупную в мире шелкографию, которую когда-либо печатали вот в этой технологии, в этой технике, такой, и это же я не делал для книги рекордов Гиннеса или чего-то такого, спортивный интерес, у меня это было связано с тем, что весь съезд проходил 8-9 декабря 2001 года, это ровно было десятилетие Беловежских соглашений, вот тоже тема договоров соглашений, те самые печально знаменитые Беловежские соглашения, которые приговорили Советский Союз тогда, и вот это был 8-9 декабря, был юбилей, первый такой, десятилетний, скажем, и именно вот на это время было назначено вот это мероприятие наше, такое, российско-украинское, у меня была задача сделать логотип или эмблему некую съезда, я его сделал, и когда Игрунов понес мои варианты, точнее не варианты, мы сделали небольшую обложку, с точки зрения, ну, такой, знаете, привычки, я как студент раньше это употреблял, но тут уже не стал я так это все, обычно студенты, или там, когда на комиссию подают, среди уже проходного варианта обязательно докладывают что-нибудь, вот чтобы комиссия что-то отмела, вот что-то забраковало, понимаете, ну, так принято, да, скажем, комиссия должна что-то забраковать обязательно, вот, а мы подали сразу готовый проект, и это была один, эмблема одна такая, да, а курировал со стороны администрации президента это Владислав Юрьевич Сурков, вот с ним всегда были контакты по поводу тех или иных там вопросов там, организации, там, эмблематики и так далее, и вот Сурков, видимо, посмотрел, ему только один экземпляр показали, ну, и как-то он сказал, да нет, вот что-то не то, ну, что-то нашел он там неподходящее, и сказал, что вот подходит там тема с иньян, да, когда российско-украинская эмблематика, символика, она как бы закручена в таком, да, в ковровращении вот этого иньян структуры китайской, ну, я выполнил заказ в результате, исправился, сделал иньян с русскими и украинскими вот героическими символами, а ту эмблему я оставил себе, ту, которую тогда сделал, она и сейчас является эмблемой вот галереи Крымское ханство моей, да, такой авторской концепции, и съезд, когда проходил, эту стену разрушали в самом начале, то есть вот и предложение, которое было одобрено комитетом, что вместо разрезания или некого ритуала там физического, да, там, начала чего-то или там открытия чего-то, мы не разрезали там ленту, или что-то такое, это банальное, да, а разрушалась полностью стена, разделяющая зал пополам, вот, и вы знаете, потом, ну, прекрасно все прошло тогда же, все прекрасные гости там, которые приехали со всех разных концов России, тогда это были выходцы из Украины, там, Василий Семенович Лановой, он родом вообще с Одессы, да, другие там представители там, и были, конечно же, официальные лица там, посол России в Украине, посол Украины в России, и так далее, ректора университетов, ну, со стороны, естественно, был и Виктор Степанович Черномырдин, тогда действующий посол России в Украине, да, и вот тогда же, пообщавшись с ним, когда он подписывался на этой стене, он подписался так, что, ну, спросил, как меня зовут, я говорю, Исмет, он подписал, говорит, художнику Исмету самых добрых дел, вот такое, краткое, но очень запоминающееся такое, дорогое на пустырь, скажем так, и тогда же Виктору Степановичу я впервые рассказал свою версию, почему он черномырдин, почему вот так произносится и так пишется его фамилия, и что это калька с золотардынского Харамрза, именно Харамрда, вот так вот, если по-нагайски, Харамрда это великий князь, а слово Хара еще имеет подскудный, параллельный смысл, черный, да, цвет, это вот черное море, на самом деле это великое море, Хараденис, по-татарски, да, а перевели как черное потом, так вот, Черномырдин, это великий князь, буквально Харамрза, вот так, да, и его старший сын после этого, я уже знаю по интервью, которые в Украине выходили, когда он там в Киеве был послом, он сам говорил о том, что его старший сын углубился в архивы, ну, я смотрю, хронологически получается примерно после этого нашего съезда, и они в архивах дошли до своих предков, которые были боярами-однодворцами в Воронежской губернии, примерно вот в то время, действительно, бояре-однодворцы, ну, и времен Ивана Грозного они появляются, вот в тот период, простите, так вот, все вполне встает на свои места, скажем так, то есть, как раз период Ивана Грозного знаменуется тем, что он обширный не только территорий, еще и элиту, он через крещение, да, мы знаем крещеные и татары, целая такая группа этническая, да, крещены называется, да, то есть в татарской, казанской татарской части, да, в Мещенском крае, и вот это некий такой, который был неким Мурзой, да, и сохранив свое вот это вот элитарное положение, да, только он, так сказать, переподчинялся православному царю и принимал, конечно же, православие в этот момент, и вот как бы с нуля началась такая династия, и фамилию просто перевели, Карамарза перевели Черноморец, вот так, то есть, это, я говорю, логически объяснимо и в тенденциях того времени, и конъюнктура того времени, и практика того времени, в общем-то, к этому и выводит в результате. Одним словом, он был удивлен, конечно же, вот так, да, искренне, и вот теперь уже по прошествии тогда уже нескольких лет, я так это как-то с друзьями там, это под Новый год было, смотрел, и вот фильм Дневной дозор, вы знаете, вот который прошел тогда таким блокбастером, ну, такой бизнес-проект, он колоссальные деньги стоил, я потом позвонил Глебу Игрунову, это сын Вячеслава Игрунова, который вот вел этот съезд тогда, а Глеб Игрунов, он такой айтищник, такой он продвинутый такой в программах, он делал все, что связано с технологиями, да, вот на этом съезде, вот мы делали вместе формы для печати и так далее, вот, он мне говорит, да, да, конечно, мне, они обращались, от Бекмамбетова, к нему обращались, чтобы он принял участие, как, там много же веб-мастеров там, там все нарисовано, много что там сделал на компьютерах, естественно, на этих сложнейших программах, его приглашали участвовать там, более того, это съезд наш, был, в общем-то, в прайме, он был передовицах того времени, это известие прямо на титуле, первым делом написало про разрушение нашей стены, вот это непонимание, да, так дальше, и это было такое яркое и такое событие неординарное в тот момент времени, и Интер снимал полностью репортаж с украинской стороны, телеканал Интер, а с российской стороны это были, конечно же, ОРТ и ВГТРК, это Добродеев и Эрнст, и потом я уже даже с письмами от оргкомитета бегал по офису, точнее, мы посылали, конечно же, по факсу тогда еще это все, да, и Добродееву, и Эрнсту, просили копии, которые на видео у них сохранились в архивах по поводу нашего съезда, а я сам ездил просто за ними, как курьер, скажем, да, вот, одним словом, Эрнст, генеральный продюсер этого дневного дозора, как, да, и там все, что не по Лукьяненко получается, я там потом пролистал книжку, смотрю, так там никакого отеля «Космос» вообще нет у Лукьяненко, все у него где-то вообще телебашни происходит, все по-другому, там вот эта стена Тамерлана, что-то с Тамерланом связано, имел судьбы, потом стена, которую там этот главный герой подписывается, вот это наша стена вся, я смотрю просто вот такими цитатами, кусками они там все это вставили, включая, кстати, в самом начале там этот мел похож сначала на белую нашу скалу, на Каяк, это уже, я думаю, случайное совпадение, да, судьбоносный мел судьбы имеется в виду, там, в самом начале фильма проговаривается имя Джезара Гирея, самые первые кадры фильма начинаются с имени нашего принца Джезара Гирея, ну, Джезара, да, так говорится, и макросъемка этого мела, да, так называемого судьбы, который похож на вот эту нашу белую скалу, между прочим, ну, поразительно, одним словом, вот, потом я увидел, что уже очень много совпадений, в конце фильма, когда этот главный герой у них там, Антон Городецкий, возвращается, да, вот, после всех этих катаклизмов, разрухи, всей этой войны ужасной, да, возвращается в состояние 92-го года, вот, когда он на мелом пишет там что-то на этой стене сохранившееся, да, разрушенной стены, наша стена тоже разрушалась и осталась на третьей части, на ней все подписывались, включая Виктора Степановича, Черноморезина, Клара, 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 Клара Лучко, Элина Быстриицкая, вот, из таких вот прекрасных дам, да, и так далее, и он возвращается, ну, назовем это, в доразрушенный Советский Союз, встречает эту самую девушку, и там они, какие-то пацаны играют в футбол, и он с ними там пробегается, и фильм заканчивается, и вот мяч, который он пинает, там они играют в футбол, мяч срисован с нашего логотипа, там цвета российского и украинского флага, как кожаные ластуки этого мяча, он состоит из, вот, это наш логотип, просто вот такой, шарообразный тоже, в общем, вот такие вот удивительные вещи, я даже советовался с юристами по авторским правам, чтобы сделать такой вот иск этим ребятам, как Бекмамбет, Вернст, там кто из них, да, так сказать, ответчик в этой ситуации, и я утверждаю, что это просто вот взято плагиатом, да, в этой ситуации, и стоило бы что-то перестать, переснять, переделать, с учетом, да, уже моих требований, скажем так, ну, то есть, вот такой момент, мне кажется, и там, мел судьбы, это превращается очень просто, это вот эта белая скала наша, Атхая, да, вот, которую мы говорили тогда с вами по коронации Чарльза, да, на которой происходили коронации императоров кочевых империй, да, и на которой, кстати говоря, Екатеринская администрация церемонию, так сказать, подчинения крымского хана, даже не хана, а знати, да, российскому государству провела на вершине этой скалы, мы знаем, княж Потемкин принимал, но это сделали точно по протоколу прямо средневековому в то время, и, но, Екатерина Вторая упустила очень много нюансов тонких, которые, кстати говоря, прекрасно знал Иван Грозный, потому что Иван Грозный по матери Глинский, а Глинский это ритовские татары, а это значит Гирей, то есть он был родственником Гирей, он был из той же самой, так сказать, кухни, да, Иван Грозный прекрасно знал, когда он сажал Семена Бекбулатовича, период вот этих вот, да, отношений 16 века, ну, сейчас как-то к этому относятся, что вот чудачил, да, вот уехал в Александров, посадил Семена Бекбулатовича как царя, да, и ездил к нему как обычный, так сказать, удельный князь, так сказать, на поклон, да, хотя реальные, конечно, врачи власти все были у Ивана Грозного, само собой, но Семен Бекбулатович был таким вот номинальным в течение года где-то там полтора, так вот, это была, яркая демонстрация перед ордынскими элитами, в первую очередь перед крымским ханом, который был наследником Великой Орды, то есть наследником хана Золотой Орды был Крымский хан, он был титул Крымского хана был Великий хан Великой Орды, Великого Юрта, вот так вот, да, то есть титулатура сохранялась, и именно когда Семен Бекбулатович находился в Кремле, да, там, где раньше находился Ханский дворец, на самом деле, Ханский двор, да, еще при Джанибеке, еще при Тахтамыше, естественно, то он показывал, что вот, пожалуйста, Чингвизит, Натроник, все нормально, здесь у нас все на своих местах, вот он это демонстрировал для Ордынских, понимаете, вот есть интересные сведения, что, как этого уфаизова историка, вот он мне рассказывал, что, значит, когда выдавали, ведь в Кремле, например, для того, чтобы принимать иностранных государей, да, московский владыка, там, например, Михаил Федорович Романов или Алексей Михайлович, да, мы по портретам можем уже видеть, да, они же держали державу, скипетр, облачались вот в эти вот драгоценные, там, да, по протоколу, которые приняты были с тем или иным, да, государем, не представителем того или иного европейского монарха, восточного, какого-то еще, да, то есть все подчинялось определенной ритуалистике в этом плане, и, значит, облачения царя выдавались из казны на вес, то есть взвешивали до миллиграмма все это, там, золото, бриллианты, скажем так, да, драгоценности, подопись сдавалась вот этим вот всем хранителям, служителям, кто это все организовал, эту церемонию, да, и царь, когда уже под конец снимал эти облачения, они также сдавали и грамм в грамм тютельку в тютельку, так сказать, все это вот так вот принималось, но самое интересное, и все это сохранилось в архивах сейчас в музее Московского Кремля, там, Баталов там, директором, не знаю, сейчас нет, есть он, точнее, он был зам по науке, одним словом, и там до сих пор эти в архивах есть, эти записи, но самое интересное, например, царь встречается с, ну, давайте вот по Ивану Васильевичу менять профессию, прям, да, вот там посол, там, посол шведский, там, да, к царю, да, и вот там встречает он его, да, на троне сидит, скидка держала, ну, примерно так, скажем, да, и вот перед шведским послом, да, он одевается, перед литовским, да, одевается во все эти титулы, регалии и так далее, да, но перед представителями Крымского хана он это не демонстрирует, он это не одевает, кажется, ну, то есть ему не выдают на те моменты вот эти все драгоценности, он берет только какие-то личные вещи, понимаете, то есть почему так происходит, а потому что это была вот эта семейная этика, потому что московский князь понимал прекрасно, что он, это его братья, двоюродные, троюродные, родственники, там дальние и ближние, не факт, там ссори, в раздорах или как-то еще, но перед, ну, понимаете, когда к вам приходит ваш там родственник, вы же не будете перед ним там галстук одевать, там, да, внутрисемейные такие, там, как бы делать, как бы ордена там одевать, да, есть определенные, да, перед некими гостями, там, чужестранцами, заморскими, да, а перед своими как-то все по-домашнему происходит, правильно? Вот такая ситуация, что вот в протоколе вот этих вот самых интенсивных общений, да, между вот этими правительствами, не существовало, как бы, ритуала приема иностранных государей, то есть, это была все великая орда, и московское государство было в составе, ну, номинально, да, юридически, вот в этих вот этических нормах, и это прекрасно осознавалось до Петра Первого, буквально, правильно? И мы знаем, что Петр просто рвет это все полностью на корнину, да, и его знаменитый Стамбульский мирный договор, который официально считается началом отношений, дипломатических отношений между Крымом и, э, пардон, извините меня, между московским государством, то есть Россией, и между Турцией и Стамбулом, да, это первые прямые отношения, раньше никогда московский государь не общался с представителями турецкого султана, только с крымским ханом, и вот получается, что Стамбульский мирный договор в своем восьмом параграфе, да, он есть в Сите даже, там проговаривается такой очень серьезный постулат, на самом деле это про разглашение независимости, да, и отказ от даннических обязательств Москвы перед троном великого хана, то есть тот самый трон дома Бату, или трон дома Джучидов, да, и там в статье этого договора пишется, а по неже государство московское самовластное и свободное государство есть, то есть это про разглашение независимости, правильно, самовластное и свободное государство есть, дача, то есть дача, дача, которая по все время погодно давана была крымским ханом и крымским татаром, впредь да не будет должна от его священного или прошлое или ныне, вот так, или прошлое или ныне, имеется ввиду номинал этой данни, да, да не будет должна от его священного царского величества московского давать из ни от наследников его, точка, то есть это про разглашение независимости и отказ от даннических обязательств, при этом в этом тексте упоминается прошлое или ныне дань, значит Петр I в этот момент отправляет последнюю дань, демонстративно отправляет дань, которую по росписям тетрадным крымско-московских отношений и говорит все, это последняя дань, все, это вот я отправил последнюю дань и фиксирует это в Стамбульском мирном договоре, вот это очень точно и фиксация юридическая буквально, и сразу после 1 июля мы что знаем, происходит, происходит тектонический сдвиг в прежде всего в элитах московского государства, да, то есть Новый год не 1 сентября, то есть 1 сентября сейчас только школьники у нас по старой памяти идут, да, в школу и студенты, а Новый год переносится на 1 января, да, полностью на западный манер, полностью все делать, то есть 1 июля это тот самый Рубикон, вот проглашение, то есть полностью отсечение, скажем, от этих традиций, да, и уже, конечно, все, все по-другому, и через там 36 лет после этого Стамбульского мирного договора войска Миниха, да, фельдмаршала Миниха сжигают Бахчисарайский архив, в котором все, да, вот эти братские отношения сгорают, да, но как Михаил Афанач сказал, рукописи не горят, ну вот пепел от них где-то просачивается, значит, да, вот в таких вот местах художественного творчества, одним словом, вот тогда же, в день десятилетия крушения Советского Союза, я из архива скопировал, взял в точности один к одному верительные нишаны ордынских ханов, да, тогда же, вот те нишаны, которые без границ существовали на территории Украины до Хотинской крепости, Хотинская крепость, на ней прям эти нишаны выложены кладкой в стене Хотинской крепости, это очень интересный мотив, и, включая, повторяя, московские государства и так далее, и эти нишаны были, то есть государственные печати, красные, вот эти, белый, красный, синий, по вертикали, вот который мы тогда с вами рассматривали, наверху белое поле, потом синий, малая государственная печать, и в самом низу красная, алая государственная печать, и вот когда такой документ находился за спиной у московского князя, это был главный документ его легитимной власти в тот момент времени, правильно, поэтому и триколор, я уверяю вас, это не из Голландии, Петр ничего не привозил, это те самые традиции вот этого ордынского протокола, просто, так сказать, искаженные, намеренно даже, одним словом, мы подписали тогда фактически новый союзный договор, вот в этой плоскости, повторяю, как бы сакральной идентичности вот этих вот, договорных соглашений, повторяю, эта идея у меня возникла тогда, когда фонд Сороса делал свой проект, я предложил трансевропейская игра для троих, где переподписали ялтинские соглашения, имеется ввиду три человека крымского вот этого ареала, хан и его придворный художник и поэт, в данном случае, и, кстати говоря, когда Марта Кузьма прочитала, а Джазар Гири написал инверсию и аверсию, то есть это, ну он сделал все, ну он грамотный человек, он учился в Оксфорде там с тем же Чарльзом, он, кстати говоря, каких-то таких, он как-то мне в письме писал, говорит, я скоро буду видеться с принцем Уэльским, говорит, и поговорю про его визит, а он приезжал в Бахчисарай и посещал в Севастополе там кладбище английское, это было в 90-е годы еще, Чарльз, тогда еще принц, одним словом, и Гирей мне тогда писал, что я, говорит, вот буду встречаться скоро и вот поговорю про Бахчисарайский его визит, скажем, я говорю, там висел ваш портрет, который я написал еще в 93-м году, одним словом, то есть Джезарги все сделал, ну как он умеет, как он знает, чему он учился, скажем так, ну в общем-то я этого и ожидал от него тогда, с этим форматом, да, получается, что английский язык-то вот оксфордский, да, скажем так, ну в традициях той, той традиции, скажем, да, британской, скажем, монархической, вот этой всей традиции, и он там упомянул короля Артура там вот в этом послании своем, и когда Марта Кузьма и несколько таких носителей, да, скажем, из фонда Сороса прочитали вот это его послание, они мой проект задвинули в самый дальний угол, туда вообще никто не заходил, они сами испугались этого текста, между прочим, я вам честно скажу, я еще думаю, что такая реакция, ну они читают на английском языке то, чего они больше всего не хотели видеть, там, восстановление какой-то Великой Орды, там, самой большой империи в мире и так далее, знаете, вот такие вещи, да, короче, ну я же был просто сначала удивлен, а потом мне стало ясно, в чем дело, потом мне стало ясно еще и почему Сорос такие деньги выделил, там, кроме Сороса еще там вложились, очень такое кустистое, богатое было мероприятие, и скажем, я понял, что речь шла о договорах и соглашениях той самой еврейской республики, которая Агроджоинт, банк, проводил вот эти все финансовые махинации свои, да, тогда еще молодым московским, ой, московским, петроградским там правительством или уже московским, конечно, 20-й год начала, одним словом, вот эти деньги заживались, да, где-то, но векселя-то остались, все эти расписки, долговые обязательства, это все у них там, они наверняка, когда распад Советского Союза произошел, ну, они достали эти все свои ящички, да, эти все векселя-то достали, старые бумажки советского, да, Лепмановского периода, скажем, да, и отряхнули, посмотрели, что это такое, и вот было у меня наблюдение такое, когда во времена Украины, что к нам таким жупелом прям через Крым, вот, Арсений Петрович Яценюк, такой вот молодой человек, его как-то обучили, быстро-быстро обучили где-то в Штатах, потом я слышал там Сейн-То, я не знаю, не знаю, одним словом, он был в Крыму даже министром финансов, то есть, юный человек совершенно, и он быстро по карьерной лестнице через Крым, да, он стал, вот мы помним, он уже был и кандидатом президента, и спикером парламента, ну, Арсений Яценюк, мы знаем, ну, я уверяю вас, что это не просто так, вот такую карьерную лестницу ему делали через Крымский наш совет министров, да, тоже, одним словом, вот эти вот все непростые отношения, скажем, да, и на самом деле, конечно же, передача из состава в состав, вот тогда, когда развинчивали культ личности Сталина, да, при Хрущеве, конечно, точнее, это было уже прямо в год смерти же Сталина, когда 654 год и 1954 год посвящено было 300-летию воссоединения России и Украины, правильно, передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской СССР, правильно? Но это вся история известна, что Хрущев просто валевым способом это продавил, и вот это очевидно, что это вот как наперсочная игра, знаете, так сказать, прятать подальше, потому что Украина уже как субъект международного права с 45-го же года, наряду с Белоруссией, да, про которую Андрей Петрович ее пишет, они были уже субъектами международного, они были места, имели место в ООН, мы знаем, да, и такое же место, как весь Советский Союз, РСФСР не имел отдельного места, имел отдельное место Советский Союз, и одно место Белоруссия СССР, и одно место мы знаем Украинский СССР, правильно? И вот когда, значит, допустим, Хрущеву говорят, да, мы согласны, вот тиран, деспот, Сталин и так далее, ну там, допустим, ну а как же там с долгами-то сталинскими, которые вот он нам не вернул, да, допустим, или там обещал не сделал там республику, а Хрущев бы сказал, да, что такое, давайте разберемся там, что там с ними, и типа вот на ковер нам вызвал бы РСФСР и УССР, да, как президент, точнее, генеральный секретарь всего Советского Союза, да, и сказал, что там такое с Крымом происходит, а мы вот нашу дружбу отмечали, трехсотлетнюю, да, вот из состава в состав передали, да, ну как, ну все, и вот все вопросы к Украине, значит, да, по этим долговым написать, а она не подписывалась ни под чем правильно, как субъект международного права Украина ничего никому там обязательств не оставляла, мы получили от России, там, от Российской Федерации, не Федерации, Советской Социалистической Городины, Республики нашей, да, а Советский Союз это тут ни при чем, как бы, вот такие вот вещи, при которых, конечно же, из состава в состав, вот этот переход, это был связан с уходом от этих вот, таких вот, неприятных, может быть, читательных вопросов. А теперь посмотрим, знаете, вот я так, потом уже смотрел, слушал, так вот, и я говорю, это у меня активировалось после текста Андрея Петровича прекрасного, значит, что, а как это было сделано? Вот по международным всем конвенциям, включая Женевский и Драма, по правам коренных насилия, коренных, это структура, при ООН, вот это вот, да, по коренным народам, комиссия существует, и было принято ряд таких вот законодательных актов международных, да, ну, кто как к ним относится, признают, не признают, не факт, ну, в Канаде, я знаю, признают, в Австралии признают, там, право аборигенов, да, на всю эту вот, и там существует масса преференций в этом плане, да, там, без их совета ничего там не сделают такого, да, которое связано с недрами, там, и так далее, тем более с землей, да, вот, ну, по крайней мере, на данном этапе это так вот формально представлено, так вот, единственный по этим международным постулатам, да, которые сами западные страны продвигались, да, ведь коренный народ в этом не участвовал, за нашей спиной произошел вот этот сух, землю кто-то взял и, да, распоевал и обещал, что вот, залог за деньги и так далее, да, эти имеют какие-то на них права, как они считают, да, а у нас никто не спросил, то есть в данном случае крымский хан вдруг становится актуальным субъектом, да, который, ну, как бы, имеет полное право, да, сказать, что, извините, мы землями не торгуем вообще, испокон век, вот, и должен в этом, в этом контексте, Александр Городович, сказать, что вот в наше время мы знаем, что от ордынских, золотоордынских, вот этих вот традиций, юридических норм, очень рудиментарно, в тот раз мы говорили, что слово брак, да, вот брак, люди, когда женятся, вступают в брак, слово брак, это означает единое право, это буквально договор между двумя, да, личностями, которые заключают жизненный такой путь совместный, да, начиная этот момент, брак, это и есть единое право, так вот, кроме таких личностных мотивов, сохранилось до наших дней, как постулат, этого нету на западе, повторяю, это по-другому существует в других странах, востока там или где-то еще, но, вот это продажа земли, запрет на продажу земли, земляне является, это чисто ордынская норма, то есть, право на владение, землевладение, допустим, в ордынской, татарской традиции, это хан, да, то есть, земля принадлежит, она под небом находится, она божественна, да, по своей сути, человек не имеет права ее иметь, он может просто быть гостем на этой земле, ну, по всей вот этой вот, теологической, сакральной структуре того времени, и хан, как посредник, всего лишь, коммуникатор между небом и землей, да, он всего лишь дает право временно поселиться вот на этом или на таком-то участке территории, да, или владеть теми-то иными дарами этой земли, скажем, да, но не самой землей, то есть, это важно, и до сих пор, вот я знаю, что в наших, так сказать, постордынских странах, включая Россию, Украину, вот этот момент, право, приватизируются участки и так далее, но она не товар, в этом смысле, вот так, в полном объеме, да, этого всего, и недавно был большой шум, кстати говоря, в Украине, как-то вот пытались землю превратить в товар, и много было, вот копий много было сломано, ну, это было даже, по-моему, я помню, ну, давно, в общем, проговариваются периодически такие вещи, понимаете, не знаю, там, специальные, или там, чьи это подачи, одним словом, вот такая, получается, ситуация момента сейчас, что отчасти крымский хан, как наследник Великой Орды, да, которым косвенно, как, знаете, забывшие свое родство по этой линии, да, и Россия, и Украина, в данном случае, со всеми печальными, трагическими, конъюнктурами нашего времени, скажем, да, вот всех этих вот коллизий наших и так далее, героических во многом, да, там, и с обоих сторон укажут своя правда, скажем так, но ведь линию ордвинского родства, ведь никто не помнит и не знает, а там много того, чего роднит на уровне, вот просто почвы земли, да, вот как мы говорили, кроме всего прочего, поэтому, вот как, например, в Арфоломее есть патриарх такой, да, вот вселенский патриарх, да, православный, который живет в мусульманском, там, а служил армию, да, служил в армии турецкой, да, буквально там, и он там существует, как такое вот, так сказать, единица намоканона, да, православного, в данном случае, и до сих пор, ведь вопрос легитимности Папы Римского, как всего лишь западного, западного осколка, сколка вселенского, вот этого патриархата, да, при том, что палеологию ведь предали полностью Константинополь, вот что развязало руки тогда, да, вот ровно сейчас год, годовщина, 570 лет завоевания, ну, в Турции это у них там, более торжественно празднуется, да, но завоевание Константинополя Мехмед Фатихом Султаном, да, ведь Мехмед Фатих до того еще там турки при Баязине еще завоевали Балканы там, Косово, да, они проходили через вот эти вот Дардан, не Дардан, а Босфорские вот эти вот крепости, да, и не трогали Константинополь, вот, а Константинополь они взяли тогда, когда поляло, логи подписали Ферраро-Флоренцийскую унию, они ушли под Ватикан, они предали полностью Вселенский Патриархат, и вот это важный момент, тогда, кстати говоря, Ферраро-Флоренцийскую унию из православных, таких крупных игроков, извините слово, да, такое вульгарное в этом плане, а именно, как бы конфессиональных пластеров таких, да, как митрополит московский, точнее тогда это были, да, московский, конечно же, митрополит, 1439, в этом году не подписали они, да, митрополит Куртийский, коломенский, это был, митрополит подписал, митрополит подписал и привез эту унию сюда, в Москву, в Кремль, ну и согласен, что было происходило, это же Исидор, Исидор, да, Исидор подписал и привез ее сюда, сюда, до Гречка, которого назначили, да, а его, значит, Василий Второй там уже разорвал саму эту унию и все прочее, да, то есть не признали ее, это точно. Ну, сам факт, что это, это был, ну, валютаризм со стороны конкретно Исидора в данном случае, и он даже с латинским крестом это шествие делал, да, но сам факт, что не приняли никто, ни в дальнейшем там ни сижатели, ни филиссмеляне, никто из них, ну, если углубляться в эту средневековую историю, одним словом, вот этот момент того, что Константинопольский патриархат до сих пор находится в таком подвешенном состоянии в отношениях, при том, что Ватикан ведь не сравнить, правильно, в этом плане, а там много таких вещей, которые, ну, однозначно говорят о том, что не все еще, так сказать, потеряно со стороны Вселенского Православного Патриарха, да, так вот представьте себе, что по Конституции Османской империи, да, по Конституции, вот сейчас мы берем контур уже не России и Украины, да, как бывших арминских территорий, я уж так, в экстраполяции того времени, а это длительный срок, многие сотни лет, а берем контур уже Османской империи, да, то в законодательном своде актов Османской империи, так называемой Селяхдар-Тарихи, это свод законов, да, такого визера, Селяхдар-Паша, и там был прописан такой пункт, и он был связан с определенными там в тот момент решениями и событиями, что право, это была фетва, то есть это была, ну, назовем указ халифа, то есть Османского падишаха, что право, при пресечении династии Османов, право на весь Османский халифат, то есть на всю империю, переходит династии Гиреев, и вот когда Мухаммед Гиреев, вот в это же время, после этого уже фетвы султанской, да, а фетва, ну, как фетва, или как оно еще называется, я могу ошибиться, но сам факт, что это халиф, духовный, да, сам, халиф всех мусульманс мусульманских, такой издает закон, законодательный акт, религиозно законодательный, и, соответственно, он не имеет в этом плане обратной силы, и никто это обратно не переучреждал, так сказать, этот постулат, да, и после крушения Османской империи, да, фактически, вот у нас революции не было, крымских ханов, крымско-латарский народ не свергал, допустим, и у нас довольно легко, скажем так, да, при наличии доброй воли, скажем, да, вообще, то хан, он вполне может в свой родной дом Бахчисарая так заехать и жить себе как хан, да, но при этом, при этом все султанские вот эти исторические памятники или там жилые или протоколы или дворцовые комплексы, как Топхапа-сарай, Долма-Бахче-сарай, там, Елдас, там, ну, и так далее, да, то, что есть, они все становятся загородными резиденциями Крымского хана, вот по вот этой вот самой сакральной стратеграфии, по вот этой это любопытный момент и трон османского падишаха вдруг появляется в Бахче-сарай в этот момент, да, с точки зрения, с точки зрения даже автоматизма своего, повторяю, революция в Турции была, правильно, там народ, так сказать, сверх, или там, пускай элиты в лице Ататюрка, да, это сделали, а в Крыму революции не было, буржуазной в этом плане, да, это контур турецкий, османский, повторяю, османская империя того времени, это Египет, Палестина, там, святые места от Саудовской Аравии, да, кстати, говоря, вот, когда я наблюдал за визитом Путина, в данном случае к Саудовским королям же, правильно, а не к королям, да, и президент России, я как-то писал письмо Велинбахову, да, это Георгий Владимирович, он председатель или президент, геральтический, геральтический, он главный геральтмейстер России, и я писал про вот эти... Исмей, дорогой, ты, мне извини, разве Бог, давай еще пять минут, потому что мы уже с тобой где-то час пятнадцать, да, все, все, понял, лучше мы, лучше мы еще одну сделаем передачу, дорогой мой, да, а то, потому что люди, люди не досмотрят, мне будет очень жаль, что они не досмотрят, потому что это... Да, 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 извините. Ну, коротко, вот, если, допустим, тот самый герб Федоровича Романова или Алексея Михайловича Романова, герб, официальный герб российского государства восточный, с мусульманскими правилами, да, у саудидов герб не более ста лет гербу ихнему, понимаете, то есть, кто старше по этой исторической геральтике находится, в мусульманских странах даже, то есть, российское государство старше саудидов и в этом смысле неисчерпаемо в этом плане исторический опыт. Это мы взяли вот такие вот, бегло такие вот фрагменты, давайте действительно мы многоточие поставим, а дальше очень интересные многоточие по поводу Китая тоже. Кто все-таки в доме чингизидов старший, мы знаем сейчас Си Цзиньпинь, то он монгол на самом деле, и на самом деле он-то вот эту империю Чингисхана восстанавливает своим вот этим один пояс, один путь. И тут возникает красивая ситуация. Долгий ящик откладывать не будем, ты являешься таким несекаемым кладезем вот этих именно сакральных знаний, поэтому я думаю, что в ближайшее время встретимся обязательно проведем. Я тебя обнимаю еще раз с наступающим Новым Днем. Всего самого доброго, семейницкий поклон, счастливый. Да, всем прекрасным настроениям, да. С наступающим, с наступающим всех.